Рад всех видеть в Доме Божьем, слава Богу, что Господь нас сегодня собрал здесь, чтобы мы могли прославить Его имя, чтобы мы могли возвеличить Его имя. И знаете, Господь дал такое слово, открыл, Господь сказал, не Господь, что Пророк сказал, дважды я слышал, дважды от Господа. Знаете, хочется поднять такую тему, язык, наш устав. Я вот на прошлой неделе, Господь вразумил меня сном. А вчера или позавчера такой же сон приснился Диму. И если Господь говорит дважды, значит, Он о чем-то предупреждает. И Он предупреждает о том, что есть грех, и это уста наше. И сегодня я хотел бы с вами обратиться к Священному Писанию. Я, знаете, у меня прям как-то вот с трепетом, прям настолько, я даже вот боролся сегодня, я не хотел эту тему говорить. У меня Бог прям со вчерашнего дня, прям вот, вместо Писания, и все. Я несколько раз прочитал от Иерарха во третью главу. Я разбирал, размышлял. Вчера приехал поздно, я ковырялся в интернете. Открывал сайт, смотрел вообще значение слов. Слов паразитов, матерных слов. Слов, которые мы произносим. Это слова такие, как, блин, да, нафиг, простите меня, пожалуйста. Но это слова, и Господь говорит, что это грех. Это грех, дорогие братья и сестры. И сегодня Господь, Он просто очень сильно, знаете, Он пришел, и у меня трепет большой к тому, что Господь сегодня говорит, поражение в народе идет. Потому что эти слова употребляются. И может другие слова употребляются, которые вы где-то говорите, но Бог открывает, Он дает Своим служителям сновидение. И Он сегодня показывает, что эти слова не есть в народе. И от них надо избавляться. И Бог говорит, это грех. Это одинаково, что сказать плохое слово, матерное. И то же самое, что сказать блин. Для Бога разницы нету. И Господь сегодня, Он хочет, чтобы наши уста, они были чистые. И сегодня это слово, оно будет обличительное слово. Потому что Господь, Он и ко мне говорил, Он и меня поправляет. Потому что Бог говорит, Он хочет, знаете, мы должны быть чистыми. Мы должны быть... И как написано в Иакова, 3 глава, со 2 стиха. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в Слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем гудила в рот коням, чтобы они повиновались нам. И управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как несильны ветром наносятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кончить. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещей зажигает. И язык, огонь прекрасно, неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспывает круг жизни, будучи сам восплываемый от гиены. Ибо всякое есть с 8 стиха. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое слов. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, им проклинаем человека, сотворивших по образу Божьего. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. И тут Яков пишет, не должно, братья, моему всему так быть. Это так говорит Господь. Это обличительное слово. И Господь сейчас показывает, что в нашей жизни есть неправильное состояние. Это наше усталость. Знаете, это такой грех, который его может сильно не видно. И мы, если общаемся с друг другом где-то, мы, может, если я говорю это слово, и говорит кто-то близкий, мы не обращаем внимания, но Бог обращает внимание. И Он не может этого терпеть. И Он говорит, так не должно быть, как Яков говорит, так не должно быть, братья, сестры, не должно так быть. Потому что не может течь, там дальше пишется, из одного источника, сладкая и горькая вода. Не может с мокво приносить виноград. Не может. И там в конце написано, не обманывайтесь. Невозможно ли этому быть? И сегодня Господь говорит, мы должны очиститься. Мы должны очистить свои уставы. Почему? Потому что от избытка сердца говорят уста. Наши уста, они произносят то, что у нас в сердце. И когда не только какие-то слова нехорошие, но когда мы, четвертую главу, если читать Иакова, когда мы судим брата, когда мы говорим что-то о сестре, когда мы рассуждаем, говорим, Иакова это грех. Мы привыкли смотреть на какие-то грехи такие явные, да? Алкоголь, сигареты, блуд, еще что-то. И эти вещи как-то не замечаем. Ну, если я матом не ругаюсь, ну, нормально. Но если в моем лексиконе присутствуют слова-паразиты, которые, слова-паразиты, они приравниваются к словам, словам, да, которые, они, они очень имеют глубокий смысл, проклятие. Вообще, на Руси, знаете, по истории, что происходило? Когда слова плохие говорили, это говорили в проклятии. Перед тем, как идти, я читал, на какую-то войну, или на то, чтобы поражение, этими словами призывали бесов. Для того, чтобы идти, они говорили плохие слова в жизнь своих врагов, и потом шли на них. Они как бы призывали бесов, чтобы они сначала шли, с ними разбирались, и потом они шли. И эти слова, они были воистренны, в негативном. Я вчера интересно читал, что ДНК, ДНК человека, от слов, которые произносятся в нашей жизни негативно, оно разрушается. Представляете, насколько это глубоко. Делали эксперимент, брали воду и говорили плохие слова, негативные слова, на воду. И потом, потом этой водой поливали это растение. И оно погибало. А брали, благословляли воду, поливали это растение. Оно вырастало, и приносило плод. То же самое и в нашей жизни происходит. Вот я хотел бы пару примеров прочитать, да, слов, которые значения. Мы, может, не задумываемся никогда. Просто понимаете, Господь, Он вразумляет. Нам надо исправляться. Нам надо где-то поправлять свой мексикон. Это не просто делать, хорошо, вот Дима законит, или там еще кто-то там верующий, да, в нашем понимании. Все, надо переставать как-то выражаться неправильно. Нет, это должно уйти из нашего сердца, из нашей внутренности. Это должно... Мы не должны даже мыслить об этом. Если даже внутри мы произносим эти слова, это проблема. То, что даже оно не выходит, если мы внутри мыслим, это проблема. И вот, допустим, одно из таких слов, кошмар. Хватит, мы говорим, да, вот ужас, кошмар, да. А значение обозначает скопище беса. Представьте, ты просто, о, кошмар, он тебе скопище бесов созвал, да. Второе слово. Это, кстати, не христианское, это просто в интернете я нашел. Это даже не на основании этого, это вообще вот выводы делаются. Второе слово. Обалдел, да. Хватит, что такое обалдел, да, вот, да. Предродовое состояние коровы. Обалдел, да. Значение слово, да. Меня бесит. Тут понятно, да. Приказ бесам овладеть твоей душой и телом. Нормально, да? Серьезно, да? Меня бесит. Ты просто бесов сказал, ну давайте все ко мне и владейте мной. Понимаете, насколько серьезно? Я в шоке. Часто говорим, да, я в шоке. Что? А что это значит? Сигнал на кору головного мозга. На отключение нервной системы. Серьезно, да, заявление? Меня в шоке, да? И раз у тебя потом начинает что-то, да, тело не работает. В прямом смысле. В прямом смысле мы проклинаем себя. Мы говорим эти вещи. Это не шутки, да. Тьфу, мы говорим, да. Тьфу, такое бывает, знаете, выражение. Да и тьфу, знаешь. Знаешь, что он значит? От немецкого тьфу, дьявол. Никогда не думает, да? Глубоко. Правда? Второе, да, ужас. Оцепенение души. Представьте, насколько серьезно. Я когда сам стал вчера читать, я реально, меня аж дрожь по телу брал. Я думаю, сколько слов-паразитов мы говорим. Уже другие не говорят. Это просто слова, которые в нашей жизни обыденно мы даже не замечаем. Когда мы говорим, ничего себе, да. А потом, говорю, почему у меня ничего не получается? А что ты в свою жизнь исповедуешь? А что ты говоришь? Ты же ничего себе. Вот ничего тебе, понимаете? Просто я сейчас говорю, дорогие братья и сестры, не от себя. Правда, я боролся с этим. Я говорю, Господь, может, ну, как-то в другое время сказать? Бог говорит, нет, говори. Говори об этом. Потому что встанье идет поражение. Я слышу, что люди, Бог слышит, что где-то это происходит. Эти слова выходят. И Бог говорит, я не могу благословить. Я не могу дальше двигаться. Потому что, да, мы, может, не делаем явных грехов. Но мы говорим. Мы на кого-то обзываемся. На кого-то клички какие-то ставим. Еще что-то говорим. И Бог говорит, нельзя этого делать. Бог говорит, это грех. Это тот же самый грех, что и другие грехи. Разницы нет. Как некоторые люди думают, если я украду что-то большое, да, то, ну, нормально. Но если жвачку возьму, где-то с полки, ничего. Разницы нет. Что ты жвачку взял, что ты что-то большое забрал, украл. Все равно разницы нет. Одинаковый грех. И сегодня Господь, Он просто проговаривает к нам. Знаете, камней. Просто это передача слова того, чтобы не просто мы подумали где-то, знаете, где-то еще размыслили. А здесь надо попросить у Бога прощения и сказать, Господь, очисти устану. Бог не может благословить. Поэтому мы не можем где-то открыться. Поэтому мы не можем от чистого сердца молиться. Поэтому мы не можем славить Бога. Мы осуждаем кого-то. Мы неприязнью смотрим на кого-то. С нашего, с нашего где-то, с нашей колокольни. А Бог говорит в слове своем, Иисус, сучок достань сначала. Да? Бремо достань у себя, а потом я тебе разрешу достать сучок из глаза брата твоего. И понимаете, Господь, Он обращает на нас внимание. Здесь сейчас не надо, может кто-то сидит и думает, вот, наверное, вот ближний, вот, наверное, Дима, да? Вот, он там, я слышал пару раз, некрасиво высказывался, говорил, да? Нет, надо на себя обратить внимание. У нас у каждого эти слова есть. И Бог сегодня хочет провести через очищение. Он хочет, чтобы наши устани были чистые. Чтобы мы этих слов не говорили. Мы в свою жизнь, мы проклинаем свою жизнь. Вы слышали значение этих слов. Мы даже внимания иногда не обращаем, и оно просто вылетает. А как Бога прославит? А как кого-то благословить? У нас как будто замок одевается на рот, и мы не можем произнести, мы не можем сказать, нам тяжело. Но если кто-то зацепит нас, да, мы легко его и пошлем, и еще, да, как-то так, вообще так, открыто, да? Бог говорит, это неправильно. Это грех. Бог говорит, это грех. И я не могу в этом. Мы должны поправить свое состояние. Мы должны задуматься об этом. Мы не должны это говорить. Мы, может, пред людьми где-то скроемся, пред Богом не скроемся. Он видит все. И Он открывает все это. Это не видно где-то. Но Бог говорит, есть это, это присутствует. И сегодня Господь говорит, через священное писание, как Иаков, да, не должно так быть. Не должно так быть. Не может, не может вода горькой и сладкой течь. Здесь или одно, или другое. А если нету этого, значит, что-то неправильное. Где-то надо меняться. Где-то надо изменять свое сердце. Где-то надо, где-то надо пересматривать, каяться пред Богом. Не доводить себя до такого состояния, как Господь, помоги мне. Очисти мои уста. Очисти. Прикоснись ко мне. Возьми уголь с престола твоего. Прикоснись моего языка. Очисти меня. Я не хочу так быть. Оно мне мешает. Может, я где-то не понимаю. Открой мне значение понимания этих слов. Знаете, Господь будет... Поэтому в нашей жизни тоже ничего очень часто не происходит. Потому что мы нашими своими словами связываем себя. Мы где-то не даем развиваться дальше. Мы свои уста отдаем в руки дьявола. А Он потом начинает строить нашу жизнь по-другому. И вроде бы мы и молимся, и делаем. Знаете, что самое печальное? Что когда выходят негативные слова, они от сердца выходят. Вот это самое печальное. Знаете, когда ты благословляешь, или говоришь, я тебя люблю. Ты как-то борешься. Люблю, не люблю. Благословляй, не благословляй. Как-то вот... Но когда тебе выходит слово нехорошее, оно с таким прям, знаете, вот... Так смачно, знаете, прям так... Ух, ты так потяжелее думаешь. Так сказануть бы, чтобы ваш вес имело. Знаете, прям так... Знаете, и вот оно имеет силу. Вот там оно имеет силу. Знаете, прям ты вот в ярости. Ты-ты прям. И это, знаете, как вчера картинку увидел, как будто сорта, такой кулак, знаете, в лицо твоему этому. И оно приводит к чему? К ссорам, да? Как дальше написано? Если у вас присутствуют сто ссоры, непонимание, раздражение, да? И это есть от человека. И часто бесовское, понимаете? Это даже от бесов. Почему? А потому что мы этими словами привлекаем бесов. А потом бесы начинают просто, да? Подходит раз духовно брату твоему, сестре, ты слово сказал нехорошее. Ему раз влетело, да? Он обратно, и все. И получается уже духовная перепалка. А уже идет драка, да, в духовном. Слова в рейбоке, этого не должно быть. Этого не должно быть. Мой народ должен быть с чистыми устами. Он должен прославлять меня с чистыми устами. А наши устания всегда указывают на сердце наше. Значит, в нашем сердце еще что-то не в порядке. Если такие слова уходят. Если мы где-то говорим что-то на брата не то, на сестру где-то, да? Это говорит о том, что значит, у меня сердце не в порядке. Значит, мне надо меняться. Не надо пытаться кого-то сказать, Господь, я не прав. Я сегодня на брата оторвался. Я сегодня сказал за спиной брата что-то. Я обсудил его. Я поговорил его. А в таком местописании Бог говорит, А как ты можешь судить брата своего? Даже если он упал или встал. Не силен ли я поднять его? Не силен ли Бог поднять человека? Не силен ли он? И сегодня ты можешь оказаться в такой ситуации. Он поднимется, ты упадешь. Что ты тогда делать будешь? Где ты можешь помощи просить? Потому что ты сеял. Ты сеял сегодня. И Господь говорит, будьте осторожны. Потому что язык, он там восполняется именно вот, он с преисподней. Вы знаете, вот реально языком, от языка происходили воины. Согласны? Кто-то неправильно что-то сказал и пошло народ на народ. Даже сейчас, смотри, где-то кто-то выступает с политиков, что-то, да. И немножко не пободрствует, что-то скажет. Все. За эти слова хватаются, начинают раскручивать. И там уже начинают напрягки, уже поднимается сторона. Просто какое-то слово сказал. Кажется, слово. Но Бог написано, превознес слово выше людей своего, да. Он его превознес выше. И Он хочет, чтобы и мы понимали важность слов наших. Чтобы мы понимали важность, серьезность наших слов. Чтобы мы думали перед тем, как что-то выйдет из наших уст. Какое слово выйдет? Оно благословит ли? Или оно даст проклятие человеку? Что? Что? И Бог очень серьезно к этому относится. И Он спрашивает за это. Он спрашивает, ты своими устами поднимаешь человека? Или ты огорчаешь? Или ты его дальше? Может, человек, где-то что-то не получилось у него. Он где-то споткнулся, да. Где-то он, ну, недопонял, ошибся, да. И как ты? Ты или поднимешь слово, подойдешь и поддержишь. Скажешь, брат, сестра, я хочу, хочу помолиться за тебя. Я хочу благословить тебя. Или я пойду и скажу другому, слушай, ты видел, что он сделал? И потом пошло. И до него находит для человека эта новость. И он падает. Ему еще хуже становится. И Бог говорит, не должно так быть. Библия говорит, не должно так быть. Это грех, Бог называет. Это грех. Одинаковый грех, как и все другой. Бог говорит, не должно так быть, братья мои. Не должно, сестры, не должно. Мы должны любить, мы должны благословлять. Мы должны, должны не проклинать. Знаете, Господь в моей жизни показывал мне примеры. Я уже как-то раньше рассказывал, с детства показывал примеры. Когда я произносил какие-то слова, и они буквально, вот, в прямом смысле сейчас превращались в действия. Иногда это были негативные. У меня даже страх приходил. Я как-то рассказывал, когда мы сидели с другом на бордюре. И парень такой взрослый, он старше нас был. Он сделал такой трамплин, разгонялся на велосипеде и подпрыгивал вверх. Я что, просто сидел и ляпнул, хоть бы он подпрыгнул. У него ушел велосипед в сторону. И он передними зубами приземлился в землю и выбил себе два передних зуба. И как вы думаете, что произошло через буквально две минуты? А вот то, что я сказал, то и произошло. Меня с другом это так испугало. Я не знаю, просто может Бог показать. Я не знаю, от моей словни, но это произошло, понимаете. И когда он встал, он взрослый был, он не плакал, все. Но он стал улыбаться, подходить, и у него два зуба передних не было. Я просто взял с другом, на нас такой страх напал. Мы взяли там, не помню, конфеты что-то ели. Мы схватили и убежали. Я дрожал потом весь, понимаете. И Бог мне давал вот эти воспоминания многих таких вещей. Он говорил, будь осторожен со своими устами. Потому что кого проклянешь, он будет проклятый. А кого благословишь, он будет благословен. И поэтому нам надо, очень важно смотреть вообще во всех отношениях. С нашими детьми и с нашими близкими. Что мы говорим в жизни. Как мы их благословляем, или мы их проклинаем. Как я говорю на детей. Ты мой благословенный сын, или я говорю, ты мой оболпус без мозга, да? И кто он потом вырастет? Кто он будет? И Господь говорит, обращайте внимание на слова свои. И даже когда, будучи ты в гневе где-то, да? Бывает, Бог говорит, контролируй. Бог нам дает возможность контролировать. Мы должны благословлять. Мы не должны проклинать. Потому что написано, за каждое праздное слово мы дадим ответ. Отчет. Мы пристанем пред Богом, и Бог спросит и скажет. За каждое слово написано, не за слово неправильно сказанное, мы дадим отчет пред Богом. Мы отчитаемся. Бог говорит, будьте осторожны со словами. И сегодня Господь говорит в нашу цель. Идет, Бог обличает о том, что у нас есть слова, которые не угодны Ему. Это Ему не нравится. Здесь даже не мнение. Бог начинает подымать. Он начинает вразумлять. Он сновидениями дает, да? Он дает понимание. И Он глянует об этом. Он во благо нам хочет. Потому что мы своими словами будем разрушать дальше свою жизнь. У нас не будет созидаться. Если кто-то с братьев находятся сегодня на восстановлении, да? И вы говорите, да мне ничего не получается. Я уже тут полгода нахожусь в этом доме помощи, ничего не получается. Да вот ничего не получается, потому что ты говоришь, что ничего не получается. А ты говоришь, мне все получится. Мы вчера были в доме помощи. Это сильное свидетельство. Очень сильное. Мне понравилось одного из музыкантов. Он попал тоже в репцентр. Попал давно. Ну как, момент. Тоже в одно время он где-то, ну вот проходил какие-то моменты, трудности, да? И где-то вот, он говорит, мне было тогда уже сколько там? 31 год, он по-моему сказал. Говорит, я так размышляю. Говорит, у меня обычно уже в 31 год у моих друзей там уже как по состоянию уже несколько детей. Они уже, ну, уже какой-то жизнь установлена. А я, у меня ничего, у меня жизнь разбили, просто выкинута и все. И знаете, он говорит, когда я встал как-то, зашел, говорит, я служил, я дальше Богу служил. Он в служении был. Он говорит, застоял, чистил зубы. Это и ванну пришел Господь, наполнил эту комнату. И Бог стал ему прямо, говорит, четко, даты, время стал говорить. Когда, до 34 лет у тебя будет двое детей, у тебя будет свое дело до 34 лет. И я тебя благословлю. Он поверил в Слово. Он не стал говорить, да у меня не получится. Но он поверил в Слово Бога, которое Бог сказал ему. И он свидетельствовал, он стоял, ему было 34 года. Он говорит, у меня рождается второй ребенок. Говорит, первый ребенок не от меня, у жены был. Но мы переписываем документы, она берет, говорит, мою фамилию и мое отчество, этот ребенок. Получается, мне еще нету 35. Говорит, я имею свой бизнес. У меня, говорит, в трудовой книжке написано, я генеральный директор. Все, что Бог сказал, ему 34 года. Но Бог исполнил. И Слово Божье. И вот сегодня Господь хочет сказать в нашу жизнь, чтобы мы перестали говорить нехорошие слова. Слова паразитов, которые разрушают нашу жизнь. Которые не дают нам дальше двигаться. Когда мы бесов призываем в свою жизнь. И нам становится скверно. Нам становится на душе тяжело. Почему? Потому что мы призываем, мы говорим их имена. Это то же самое, я вот кого-то зову и говорю, Надя. И она поворачивается, она говорит, что? Потому что я ее зову по имени. И то же самое, когда я говорю какое-нибудь слово нехорошее. Блин, да? Кальций, блин, что блин? Ну, в заключение слова блин, очень интересно. Оно откуда пошло? Когда-то приносили жертвы, ну вот какие-то богам. И один из этих, это был блин. И вот он оттуда войдет, слово блин. Слово паразит. Блин, Кальций, ничего такого, да? Но оно, оно есть, оно есть. И оно приносит вред нам. Мы сами не можем вырваться. Мы не можем, мы не можем расти. И если сегодня нам Господь об этом говорит, и Он показывает нам об этом, нам надо задуматься. Нам надо пересмотреть серьезно свою жизнь. Нам надо углубиться в это. Знаете, нам надо покаяться пред Богом. Попросить у Бога прощения. Просто не возвращаться. Даже в мыслях не давать себе, чтобы говорить эти слова. Выписать слова все. Я делал так. Я выписывал слова паразитов себе, которые я говорю. Я не еще и с ними борюсь, какие-то слова, знаете. Даже делясь словом. Ты где-то все равно говоришь. Они, потому что написано во втором стихе. Ибо все равно много согрешают. Кто не согрешает, да? Кто не согрешает. И тут, знаете, вот есть второе. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенен. Вот здесь есть выход, да? Что Бог говорит, все-таки можно быть совершенным и опусматривать свои уста. Можно контролировать. Если бы здесь было написано, что все согрешают, да? И никто не может. Но Бог говорит, есть те, кто может это делать. Кто может контролировать свои уста. Кто может. И мы сегодня ничем не отличаемся от тех людей, кто может. Просто нам надо серьезно к этому подойти. Нам надо поставить фильтр в сердце свое. Фильтр Духа Святого. Чтобы Он работал, чтобы Он не давал нам, чтобы мы произносили вот эти слова. Они поражают очень сильно. Они не только нас, они окружающих поражают. Из-за этого конфликты происходят. Непонимание, ссор, раздражение, еще. И идет, и ты не можешь, ты воспылаешься еще больше. Больше, больше, больше. Вы когда, знаете, вот встречаешься с человеком, где-нибудь на улице, там подрезали кто-то кого-то, вот у него окно открывается, у него начинаются такие там трехэтажные вылетать, знаете. Вообще, раньше это очень считалось сквертным. Выражаться нецензурными словами. Очень. Это было, это низкий класс людей так делал. По истории. Сейчас это делают вплоть до государственных чиновников, президентов и все. Они просто... А это к чему, говорит? Мир настолько уже зашел в такое состояние, знаете, что люди просто не могут без этого. Они постоянно в этом живут, вот призывают весом в этом все время, вот в этой каше, в этом котле, знаете, вот это бесовство. В словах в этих все крутятся, это проклинают, это все постоянно. И Бог говорит, через Священное Писание не должно так делать. Просто не должно. Говорит, я вам сегодня даю силу. Иисус нам дал силу сегодня. Он дал нам свободу. Он был человек примером для нас. Он ходил, его устав были чистые. Он благословял. Он просто говорил вещи, которые... которые произвели, они имели силу. Я думаю, над каждым сказанным словом Иисуса он очень размышлял над этим, да? Он говорил, он осознанно говорил. Его слово, каждое слово, оно приносило с собой жизнь. Где-то оно обличало людей, которые жили неправильно. Это были фарисеи, да? Это были люди, которые... Они жили по обрядам, они жили по законам. Но в сердце они далеко от Бога были. Они были, вообще не жили. Бог их обличал, когда Иисус говорил им правду. Он выявлял это. Но люди, которые к Нему приходили, Он их благословлял. Он благословлял. Он говорил, Он отбивал свою любовь. И сегодня Господь хочет, чтобы и мы так поступали. По примеру Его жизни. Чтобы мы также благословляли друг друга. Понимаете, если мы будем благословлять друг друга, никто на кого не будет суп точить. Никто на кого не будет думать. А кто-то что-то сказал. А тот, может, где-то сказал. Зачем? Просто благослови все. Помолись за Него. Будь сильный. Все даже на Тебя что-то сказали. Будь сильнее человека того. Не отвечай. Написано, не отвечай злом на зло. А отвечай на зло добром. Ответь добром. Покажи пример. У меня был случай, когда окно открывается. И вообще просто ехали, видно, муж с женой. Или парень, не знаю. Видно, у него такая ночь была хорошая. Из Будуна, наверное. Я ехал просто, ямку немножко объехал по своей линии. Вильну. Они, по моему зрению, наверное, подумали, что я перестроиться хотел. Они меня там подрезали. Там такой этот, начали там. Телефон включили. И как завелись. Такими матами. Да, у меня аж так тяжело стало. Правда, говорю, прям такие тяжелые-тяжелые слова. Я просто вообще. Я, знаешь, сначала мне гнев поднялся. Знаете, прям такая реакция обратная. Обратная, вы знаете, защита. Как бы, понятно, я не это. А потом я так остановил себя. Я говорю, да благословит вас Господь. А он такой, какой Господь? Да пускай этот Господь проклянет тебя там. И как начал. И я когда уехал, уехал, я просто, знаете, что стал делать? Я стал молиться за этого человека. Потому что мне его настолько жалко стало. Потому что его слова, если они придут в жизнь, в действие, в его, они вернутся. Потому что я под защитой Бога. Они на меня не воздействуют. Потому что я победил. Я отреагировал спокойно. Я не пошел отвечать злым на злом. Я бы благословил. А его слова, проклятие, не вернутся обратно к нему в жизнь. Но я стал молиться. Я могу помолиться Господь. Верни ему дважды, может, и слова. Пускай он реально вкусит вот это вот, что он на меня выразился. Но я не стал этого делать. Я стал молиться. Я стал Бога просить Господь помилую их. Пускай в их жизнь придет спасение. Потому что он сам не понимает, что он сказал, что он произнес. Какие он слова. А если оно ему вернется, он потом плакать, локти кусать будет. И поэтому я благословил его. И знаете, когда я это сделал, я ехал с миром. Через три минуты у меня все хорошо дальше. Я ехал, наслаждался Богом прославлением. Славил Бога. И мне все хорошо. А потом думаю, а если бы я ему даже просто ответил бы, да, ты там глупец, или там, да, пошел ты там, или еще что-то. Даже просто, да. Насколько бы дальше это кипело бы во мне. Я дальше бы ехал бы, по-моему, в Москву ехал. Я ехал бы до Москвы, и вот это все у меня в дороге бы варилось бы, да. И где-то Бог бы хотел подойти и постучаться, пообщаться со мной в это время. Он бы не мог. Потому что мое сердце, оно гневом налитое. Он не может подойти, он не может приблизиться. Поэтому мы должны контролировать, дорогие братья и сестры. Пускай вас Бог благословит, нас всех благословит. И меня в том числе. Я хотел бы сейчас, чтобы мы поднялись. Мы помолились. Попросили у Бога прощения. Знаете, Бог хочет, чтобы мы попросили прощения у Него. Сказали, Господь, прости меня за мои слова. Прости меня за слова паразиты, которые я говорю в жизни. Где-то неправильно, где-то еще что-то. Прости, может, на кого-то с близких, на друзей. Братья в доме. Где-то живете постоянно, у вас идет борьба. Вы где-то притираетесь, где-то еще. Попросите у Бога прощения. Попросите прощения, чтобы Господь, Он очистил. Это работа Святого Духа. Это работа Духа Божия, чтобы у нас была чистота. И я тоже хочу у вас попросить прощения. Если, может, я кого-то где-то обидел словом. Где-то сказал неправильно. Простите меня, искренне простите меня. Потому что я не хочу оставаться в таком положении. Я не хочу быть, не хочу, чтобы вот эти слова не разрушали мою жизнь. Мое будущее, чтобы эта гниль, она проникала в мой дом. Я не хочу, я отрекаюсь от этого во имя Иисуса Христа. Я не хочу, чтобы эти слова, они меня сопровождали, они вели меня. Я хочу, чтобы только слова благословения и любви Божьей вели меня по жизни. И слова Духа Святого, которые мы говорили. И поэтому сегодня давайте мы помолимся, призовем имя Бога, попросим прощения, покаемся, искренне покаемся в бедне. Чтобы Бог очистил сердце, чтобы в нашей жизни этого не повторялось. Чтобы мы ни на кого ничего не говорили, не обсуждали, не судили, не говорили какие-то слова, паразиты, сперные слова. Чтобы оно не исходило из сердца в уста наше, а потом превращалось в слово. Не будем давать дьяволу оружие, чтобы он разрушал нашу жизнь во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, слава тебе и плана, Господь. Я благодарю Тебя и прославляю, Господь, за милость и за любовь Твою, Господь. Я благодарю Тебя за слово Твое, Господь, которое Ты сегодня говоришь в жизнь нашу, Господь. Слово Твое, оно живо и действенное, Господь. Слово Твое, оно спасает, Господь, нас от ада, Господь. Господи, и сегодня через священные писания мы спасаемся, Господь. Мы читаем эту святую книгу, Господь. Но я прошу Тебя, помоги нам сегодня очистить наши уста, Господь, от сквер граждан, Господь. Я прошу Тебя, прости народ Твой, Господь, о этом согрешении, Господь, о том, что мы грешим, Господь. Когда мы говорим эти слова, слова поразиты в жизни нашей, Господь. Когда мы говорим эти слова, которые разрушают нашу жизнь, Господь. Я прошу Тебя, не дай нам призывать бесов, Господь, не дай нам призывать дьявола, Господь. Не дай нам говорить еще что-то негативное, Господь, но дай в наши уста благословение, Господь. Дай в наши уста слово благодати, Господь, любви, Господь, понимания во имя Иисуса. Я прошу Тебя, дай нам любить, благословлять друг друга, не проклинать. И для этого Ты нас спас, и для этого Ты нас призвал, Господь, чтобы мы обсуждали друг друга, чтобы мы мыли кости, Господь, чтобы говорили, ну дай нам смотреть на себя. Господи, я прошу Тебя, коснись наших путь, Господь. Господи, я прошу Тебя, извлечь свою благодать. Очисти нас, Господь. Убили нас во имя Иисуса, Господь. Дай нам чистые уста, Господь, чтобы наши уста, они, Господи, они славили Тебя, чтобы наши сердца и наши уста, они были, Господи, в созвучии, Господь, в единстве, Господь, чтобы мы не лицемерили, когда видим кого-то, Господь, мы перестаем что-то говорить, какие-то слова, мы начинаем себя контролировать. Дай, чтобы вообще в нас этого не было, Господь, чтобы этого не существовало. Я разрушаю все те слова, которые были сказаны нами друг другу в жизнь, Господь. Может, кто-то обидел кого-то словом, Господь, сказал что-то неправильно, Господь, я прошу Тебя, разрушь. Пускай не будет силы, Господь. Мы не даем место дьяволу во имя Иисуса, Господь. Я призываю Твою святую кровь, Господь, жертву крови Твоей во имя Иисуса, Господь, на все те козли, Господь, на слова, которые, Господи, были сказаны нами, когда мы не бодрствовали, Господь, разрушь. Но дай нам понимать силу слов, Господь, что они, Господь, несут проклятие. Дай нам нести благословение, успех, Господь, ростов Тебе во имя Иисуса. Я прошу Тебя, благослови, благослови ход этого служения, Господь. Благослови, Господи, проповедующий Господь. Благослови, кто будет петь, свидетельствовать, делиться, Господь, пускай это все, Господь, оно будет прославлять Твое имя. Потому что мы здесь и собраны. И дай нам чистые уста, и чистое сердце, чтобы славить Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.